Движемся дальше и на очереди у нас матч Металлур-Запорожье-Днепр, победа Днепра, но вот с учетом Коноплянки, какой ценой? Вот в чем вопрос. Что Запорожье нужно для счастья? Оказывается, всего лишь провести игру в позднее время. Вечером намного лучше играть, во-первых, не так жарко, солнца нет и такая атмосфера, ну серьезно такая, Лига Европы, Лига Чемпионская какая-то, Лига Европы. В соперниках Металлурга как раз и был недавний участник Лиги Чемпионов, а теперь Лиги Европы, соседи из Днепропетровска. Прекрасно понимали, кто в гости приехал, вице-чемпион, фаворит, классная команда, поэтому ясно, что потенциал наш и потенциал Днепра не соизмерим. Мы находимся на разных полюсах. Первые 45 минут – это тайм нереализованных Днепром моментов. Гости много били, но в основном все мимо. Мирон Маркевич недоумевал. Так не можно, с таких позиций не забывать. Просто футболисты такого уровня, напевно, должны это делать. Самая грубая ошибка Металлурга – это провал в центре. Ротань беспрепятственно выбежал на рандеву с Боровиком и пытался его перебросить. Не получилось. Мое действительно неправильное решение было. Я немного поспешил, перебрасывая мяч. Все-таки Женя Боровик остался на месте и прочитал меня. Мне нужно было более хладнокровно сыграть в этом моменте. Зато хладнокровности хватило Федецкому. Именно он в начале второй половины вывел Днепрян вперед. Голу поспособствовал рикошет от Лисицкого. 1-0. Следующий прострел Федецкого также едва не закончился голом. Калинич пробил уверенно и настолько же не точно. В Датай мы оборонялись. Тяжело было, конечно. Все силы на оборону. В атаку, когда выходили, уже сил мало было. Но забеев в конце 3-2 момента, которые были, могли им ничью сыграть. Один из таких моментов был у Лёпы. Хаубэк выцарапал мяч и прицельно пробил. Но прямо в руки Бойко. Мы хотели сравнить счет, полезли, но получилось как получилось. Дай Бог в следующий раз получится и мы добьем результаты хороших. Победа принесла бы Днепру больше радости, если бы не эпизод в концовке. Юсов ударил в колено Коноплянку и предположительно на 5 недель вывел соперника из игры. Это значит, в Лигу Европы Днепр будет пробиваться без своего лидера.